Всем привет, друзья! Следующая машина, которую я вам покажу из закрытых и пока недоступных для покупки, это вот эта вот спорт классика. Эта машинка довольно-таки интересная, и видно, что она далеко не новая. Правда, спойлер, сюда не в кассу, но мне не приходилось выбирать, как говорится. Итак, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь и как. Во-первых, вид у нее видно, что такое спортивный тех годов. Во-вторых, у нее есть очень, скажем, такой уникальный салон. Опять же, дерево. Раньше дерево особенно использовали. И вот там на бардачке написано 190Z. Это как раз и есть вроде как название модели, если я не ошибаюсь. И мы сейчас с вами, наверное, прокатимся. То есть машинка такая, ну, конечно, как и любая спортклассика, она довольно-таки заносчивая, разгоняется с большой пробуксовкой. И мы сейчас посмотрим, как она в деле в максимальном тюнинге. Опять же, ребят, хочу подметить. Поскольку это просто машина, она не имеет ни пулеметов, там ни ракет, ни каких-то там взлетно-посадочных навыков. Это просто тачка, на которой мы сейчас просто поедем и, как говорится, прокатимся со скоростью. Посмотрим, посмотрим, как она едет. Именно такую. Посмотрим ее, скажем так, ходовые возможности. И просто покатаемся. Еще раз напоминаю, что тюнинг в этих видео я не делаю, потому что машины еще не вышли. Я не могу их загнать в Let's Customs или куда-то еще. И поэтому они сразу в максимальном тюнинге. И просто мы их смотрим. Это предварительный смотр. Здесь я вам, как говорится, всего и не покажу. Потому что это не получится как-то. Тачка довольно-таки прикольная, но едет не быстро, сразу хочу сказать. Я за эти два дня посмотрел где-то около 12 машин разных. И это не является одной из быстрейших, скажем так, даже в плане спортклассики. Она имеет характерный звук двигателя. Она довольно-таки, скажем так, для своих лет едет неплохо. Но это, конечно же, ребята, вариант не для гонок. Но если и для гонок, то для определенных. И то, знаете, я повидал много разных спортклассиков. И скажу, что это, ну, не самые быстрые из них. Потому что, ну, это как бы очевидно. То есть она едет, но едет она довольно-таки так, в среднем. Ну, то есть тут не поспоришь. Поскольку, скажем так, каких-то определенных особенностей я не вижу. Я хочу попробовать развернуться. Крутит ее, как вы видите, очень даже зачетно. То есть никакой спорткар с этим не сравнится. Обычный такой, современный. Потому что только такие тачки могут вот такие вот фруля-ля выписывать на дороге. Да, я люблю, когда быстро машина разворачивается. Но никогда она едет и туда, и сюда, и куда надо. Вот. Стоит мне чуть-чуть повилять. Конечно, ее заносит уже немного. Но, тем не менее, знаете, не буду, как говорится, ну, принижать ее достоинства. Потому что, ну, машина на любителя, ребят. Если вам нравятся вот подобные машины, вы, конечно же, купите, будете кататься и радоваться. И то, знаете, как показывает статистика, игроки GTA, которые имеют большой автопарк, как правило, на новых машинах ездят лишь первый, там, день-два, и все. Потом они про них забывают, они у них пылятся в гараже. И, в принципе, ничего от них уже ожидать не стоит. Потому что это уже, конечно же, ну, просто прихоть что-то новенькое. Но в GTA не так прям часто выходит что-то новенькое. И поэтому нам приходится, как говорится, радоваться даже мелочам. Но иногда, конечно, выходят всякие тачки. Я до сих пор очень рад машине, которая летает, делюкса. Или тот же DeLorean, как он в оригинале. Я очень рад, потому что машина действительно очень полезная. Я уже оценил за это время, за эту неделю. С удовольствием катаюсь, с удовольствием все, как говорится, на ней выполняю. И по делам езжу, и просто покататься, и добраться до нужного места. Это я даже джетпак, на которого я возлагал большие надежды. И то я даже джетпак сейчас не трогаю, в принципе. Поэтому, ребята... Да-да-да-да. Ну, это обычная спортклассика. То есть, я не вижу слишком большой разницы по сравнению с теми, которые даже в закрытом доступе сейчас я уже посмотрел. То есть, ну, она мне внешне, честно скажу вам, свое личное мнение. Внешне мне эта машина не сильно нравится. Да. То есть, она вроде бы как и прикольная. Но, знаете ли, я бы, конечно, ну, прям вот так вот покупать бы, наверное, ее для себя не стал бы. Разве что в подарок кому-то. Но, тем не менее, вот так вот мы ее чуть угробили. Ну, что ж. Ого. Ну, что ж, я предлагаю тогда здесь с ней закончить. Вот, извините, ребят, что видео коротенькие, но по-другому никак. Потому что, если бы был тюнинг, я бы, конечно, бы, ну, это видео было бы как минимум в два раза длиннее. А пока, в принципе, вот так вот. Ну, смотрите сами. Купили бы вы такую машину или нет? Нравится вам вот такие вот тачки? Ну, это на любителя, опять же. Кому-то понравится. В общем-то, ребята, давайте на этом закончим. Следующее видео, ребят, будет сразу две или три машины. Потому что они все, в принципе, простые и довольно-таки, ну, ничем не примечательные. Из уникальных это была более-менее последняя. Так что, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте подождем, как говорится, заключительный ролик. Я думаю, он будет заключительный по закрытым тачкам. Пока что. А там посмотрим. Всем пока.